так что у нас есть интересного сегодня вопросы обсуждения что он и на наболело так скажем она болела тут у меня одна вещь такая постоянно сейчас наблюдаю когда допустим сценарий делаю себе расписал например по вот евро доллару сейчас да можно ли его было брать на нужный пробой уровень 2058 вот и вот мне знаете что интересует меня интересует момент когда затаскивают обратно за уровень long до инструмент это вот на многих инструментов вижу и начинает на часовике копить и стоит копить как как можно это расценивать расценивать накопление перед дальнейшим движением или все-таки сценарий ломается вот в этом случае зависит ли от того где стоит это накопление до уровня или уже под уровнем например если если есть вот так как называется прилипание к уровню то есть когда мы подошли к этому уровню и начали к нему прямо к верхней границе этого уровня подошли и начали накопление и возле этого уровня то есть именно к пробой так вот этот именно уровень да я думаю тот же самый будет 120 50 копейки то есть вопрос такого было что можно было заходить вот здесь ложный пробой этого уровня правильно да заходить в ложный пробой нельзя в этот уровень объясню сейчас почему у нас есть вот здесь накопление видите у нас вот который вы говорили накопление вот именно на часовике вот его очень хорошо видно видите вот он вот она ведь и на часовике очень хорошо его видно и это именно выход из накопления видите выход из накопления поэтому здесь вероятность того что сказать что здесь будет ложный пробой возврат на этого этому каналу нет потому что у нас до этого было накопление поэтому здесь вероятность все-таки была не в нашу сторону что мы откроемся сделаем вот здесь ретест и пойдем ниже да вот поэтому здесь вот это предсказать что у нас мы обратно зайдем в канал это нет вложенный пробой когда заходить и я захожу когда когда у нас есть вот уровень и когда мы вот так вот вот так вот подлетаем к нему да и без без какого-либо там накопления закрываемся допустим здесь и вот тут ложный пробой двумя парами такой сильный уровень а когда вот такое было накопление тогда ложный пробой я не захожу я поняла теперь у меня немножко столько всего информации очень много и и вот этот момент я упустил и как-то в принципе у меня вот вся проблема только вот в этом было непонимание того что было накопление куда идет выход момент я упустила в голове то и самое интересное что недели две допустим торгуешь все нормально плюс плюс через две недели или действительно мозг устает уже не видишь эти картинки сижу вот это все стираю заново когда же посоветовали стираю заново рису да 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 я я знает когда вот если устаешь то обязательно давайте я иногда давал себе до недели отдыха неделю отдохнул в субботу там или воскресенье стер все свои уровни у меня прям есть такая стиралка который на график закидываешь она практически сразу все стирает график чистый становится автоматически воскресенье сажусь делаю на вы новую домашку на следующую неделю и как бы так с новыми силами заново да то есть особенно когда попадаешь если неделя плохая там сильно много стоп лоссов получаешь там риск свой выбрал рано рано прекращаешь допустим среду уже выбрал свой недельный риск и нельзя больше дальше торговать менеджменту тогда да тогда вот наступают такие моменты когда я ну два день два максимально вот неделю отдыхая полностью не смотрю на графики но сейчас так как я куратор мне нельзя не смотреть на графики потому практически всегда созвоны каждый день и со студентами надо всегда разбирать графики поэтому смотрите вы говорили не понимаете немножко как выход из накопления да вот у меня ошибка сейчас вот объяснили я теперь понимаю что у нас есть вот вверху дневной график и не она прям четко я ярко выражена и на часовике смотрите как красиво выглядит то есть мы подошли границы канала видите ну даже лучше хотелось бы конечно ложный пробой чтобы тут увидеть да вот мы подошли значит поступательно откололи сделали вот не дошли до нижней я считаю вот то что доходит он 50 процентов вот до 50 процентов сверху 50 снизу видите он дошел до 50 процентов канала и динам канала обычно часто он даже не доходит до до 50 процентов либо ну если даже тут разворачивается происходит разворот то это тоже хорошо вот второе он начал видите подошел опять сюда к уровню и начал вот на часовике видите тут копить часовой видите он прям абсолютно не делает никакого отката видите вот это именно выход из накопления когда первое у нас был ему живут тут у верхней границы его не пустили до нижней границы канала и как бы показывать что он выходит уже из канала наверх плюс вот это накопление перед вот этим пробоем поэтому такое произошло импульсивно вот это на дневке движения на потому что здесь очень многие шортили то есть они видели что мы ниже уровня находимся да то есть и которые шортили вот в этих местах вот в этих местах то вот здесь заходил шорт видите вот здесь заходили в шорты вот есть у них у всех стоит сверху вот здесь у них стоит стопы вот этим уровнем у них вот это стопы и получается вот на дневки вот такое импульсивное движение у нас происходит вот надо себя еще отучить от этого как это сделать да много раз часто ну захожу да вот заходила не наблюдая вот это вот накопление не понимая в какую сторону выходить инструмент вот это была ошибка вот именно по евро доллару по остальным то я понимаю по евро доллару это было да внимание внимание вот на вот это накопление да 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 еще знаете вот поменьше надо новостей читать поменьше надо слушать всякие эти каналы по удалять где там одни одно говорят другие другого который страшно боюсь этого вообще когда в 2012 трейдинг начал за ним интересоваться я очень сильно обращал внимание на новости на все у меня практически перед монитором сюда был программа телевизор стоял новости и все такое то есть очень сильная страшная штука потому что новость для тебя хорошая толпа рынок интерпретирует это по-другому идет в другую сторону интерпретировать как ты новость эту понимаешь это не значит что вся толпа ее также понимает очень тяжело я просто говорю ну тогда вот взялся задался целью что надо мне найти такое что мне не надо вот интерпретировать эти новости а торговать то что я вижу вот и на александр михалыч я нашел как раз то что мне нужно на я даже практически но я только смотрю когда важные там новость новость выходит чтобы не заходить сделки либо закрытию да потому что будет усилена волатильность когда какие-то сильные новости по евро доллару выходит там раз два три месяца до поэтому вот но под по большому счету мы торгуем со стопом либо получишь стоп либо он тебе даст хороший ты да то есть это новая дневка на первичная цена первичная поэтому я вот и вот этих всех чатов я очень сильно боюсь потому что столько людей столько мне не только в заблуждение вводят глупости такие пишут поэтому я по удаляла сейчас у меня настолько всего было на телефоне она блэнкала блэнкала потом думаю зачем она у меня дела короче удалила чатов на 15 у меня всяко разным было меня же чуму муж торгует и вот он мне там одно подкинет второе подкинет игры суши ну хватит уже уже на экспериментировали же да александр михалыч спасибо тебе что посмотрел это видео не забудь поставить лайк если тебе понравилось если очень понравилось поставь 5 лайков а если хочешь увидеть видео на определенную тему из трейдинга пиши в комментариях свой вариант мы обязательно сделаем так чтобы тебе понравилось еще увидимся